Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Елена Лапушкина представила конкурсной комиссии свои предложения по развитию областной столицы. В Городской Думе состояло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Самары. В Самаре ликвидируют последствия снегопада. Сколько человек и единиц техники привлекли к расчистке дворов и тротуаров. Помогают зарегистрироваться на сайте госуслуг и разобраться в системе ГИС ЖКХ. В Октябрьском районе специалисты МФЦ провели прием граждан. В Городской Думе состояло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Самары. Документы подали 15 претендентов. Это граждане рабочих профессий, представители малого и среднего бизнеса, медицины, образования и другие. В числе и кандидатов действующая глава города Елена Лапушкина. Она представила конкурсной комиссии свои предложения по развитию Самары. С подробностями Виктория Шарая. Из 15 претендентов на пост главы городского округа Самары двое отсеялись сразу. У них не был собран полный пакет документов. Среди оставшихся были представители рабочих профессий, малого и среднего бизнеса, медицины, образования. В числе кандидатов и действующая глава города Елена Лапушкина. Конкурсный отбор проводился в форме собеседования. Претенденты рассказывали о своих планах по развитию города. Один из претендентов, Павел Чумак, председатель комитета по местному самоуправлению городской думы, предложил построить в регионе индустриальный парк, развивать туристический кластер, оказывать поддержку молодежным организациям и волонтерам. Еще один претендент, Александр Денисов, является председателем ТСЖ. Среди главных задач на посту мэра он видит организацию наполняемости бюджета и сокращение расходов, использование энергосберегающих технологий. Также он предложил построить в Самаре многоуровневые парковки со спортобъектами на крышах. Антон Пакшиванов заявил, что новые микрорайоны должны планироваться уже со школами и детскими садами, пообещал привести в порядок исторический центр и обеспечить городской транспорт бесплатным Wi-Fi. Свои планы развития города озвучила и действующая глава Самары Елена Лапушкина. Когда принимал для себя решение участвовать в конкурсе на должность главы городского круга Самары, очень предметно, очень тщательно прорабатывал возможные предложения и концепцию для дальнейшего развития города. Безусловно, я провела большое количество встреч с жителями, практически в каждом районе встретилась с жителями, встречалась с общественными объединениями, с нашими общественными советами, и их предложения, их замечания тоже легли в основу моей дальнейшей концепции по развитию города. В приоритете стоит стратегия социально-экономического развития города, которую мы совсем недавно актуализировали, обновили, и в ней заложены основные задачи, стоящие перед городом для дальнейшего развития. Свою работу Елена Лапушкина планирует основывать на четырех целях стратегии развития Самары. Первое – развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения. Планируется продолжить строительство социальных объектов, детских садов и школ. В сфере культуры и молодежной политики – развитие просветительских проектов, направленных на сохранение традиционных культурно-нравственных ценностей. Президент России Владимир Путин вынес вопросы молодежной политики в современных условиях на заседания Государственного совета. Среди них – развитие Института наставничества и поддержка волонтерства. Формирование системы взглядов молодых людей в соответствии с культурными ценностями, принятыми в российском обществе, имеет стратегическое значение для будущего страны. Вернувшись с Госсовета, Елена Лапушкина дополнила свои предложения в части реализации молодежной политики. Вторая цель стратегии – обеспечение устойчивого развития экономики Самары и повышение ее конкурентноспособности. Планируется создание комфортных условий для малого и среднего бизнеса и развитие предпринимательского потенциала молодежи. Еще одна стратегическая цель – пространственное развитие и повышение качества городской среды. В 2022 году был принят новый генеральный план города. Он предполагает внедрять механизмы комплексного развития территории – одна из основных линий расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Пространственное развитие города невозможно без модернизации системы инженерных коммуникаций. Одна из острых потребностей жителей, подчеркнула Елена Лапушкина – строительство и ремонт тротуаров. Планируется запустить специальную программу, направленную на решение этой задачи. И четвертая цель – поддержка местных сообществ и инициатив населения. Конкурсная комиссия в результате голосования отобрала две кандидатуры на пост главы Самары – Елену Лапушкину и Павлу Чумака. У нас в городе проживает миллион сто семьдесят три тысячи жителей сейчас, по последним данным. И глава города, такого миллионника города, это, конечно, фигурочка должна быть опытная, уважаемая, значимая, которая умеет решать и видеть стратегию, и тактику, умеет строить отношения с людьми рядовыми, и с властью, и с такой, и властью областной, и властью центральной, без всякого сомнения. И честно вам скажу, что мы посмотрели, послушали, 13 человек, ну, многие из кандидатов, я к ним очень хорошо, нормально отношусь, ничего плохого сказать не хочу, но просто не совсем реально представляю, что это за работа. Развитие общественного транспорта у нас один из немногих городов, миллионников, который сохраняет все виды наземного и подземного транспорта. Это, конечно же, развитие спортивной инфраструктуры, муниципальной. У нас есть областные объекты на территории города Самары, но муниципалитет, наверное, мог бы еще и в этом плане поразвиваться. Это, безусловно, взаимодействие с жителями города Самары. Кто из двух одобранных кандидатов на пост мэра города одержит победу и возглавит Самару в ближайшие пять лет, станет известно после окончательного решения конкурсной комиссии 27 декабря. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Службы благоустройства продолжают оперативно расчищать городские территории от снега. Сотрудники профильных организаций работают и днем, и ночью. В темное время суток убирают проезжую часть, днем тротуары и площадки у остановок общественного транспорта. Наша съемочная группа увидела, как идут работы. Сотрудники службы благоустройства и подрядных организаций, обслуживающие уличную дорожную сеть, расчищают от снега тротуары, пешеходные зоны, а также посадочные площадки перед остановками общественного транспорта. Днем это главная задача. Люди работают быстро на уборку территории, вручную у одного остановочного павильона уходит совсем немного времени. Затем снег собирают трактора. В профильном ведомстве сообщили, что препятствием при уборке все еще остается припаркованный транспорт. Как всегда в зимний период, проблему создает припаркованный транспорт. В этом году порядка 43 улиц мы ввели дополнительные ограничения на остановку стоянку транспортных средств. Да, на некоторые участки, когда на ограничения будут действовать, допустим, только либо в субботу, либо в воскресенье, но это, по крайней мере, позволит нам в отсутствие машин беспрепятственно вывезти выпавший снег, сравнивать кучу, то есть обеспечить полную расчистку данных улиц. Прогноз погоды администрация областного центра получила заранее. Накануне снегопада в департаменте городского хозяйства и экологии и в администрациях внутригородских районов прошли совещания с руководителями организаций, отвечающих за уборку снега. Глава Самары Елена Лапушкина поставила задачу всем профильным ведомствам подготовиться к работе в условиях снегопада, гололедицы и метели. Сегодня днем на улицы вышли 164 единицы спецтехники и порядка 300 сотрудников подрядных организаций. Ночью основной задачей дорожных служб стала расчистка и обработка антигололедными материалами проезжих частей, а также формирование снежных валов под вывоз. Для качественной вывозки снега на площадке для внутреннего складирования в департаменте городского хозяйства и экологии нарастили комплексы самосвалов и погрузчиков. В полную силу эти работы войдут уже в будущую ночь. С учетом тех погодных условий, которые мы все наблюдаем, задачи перед нами стоят очень амбициозные. Мы их, как показалось, сегодняшние ночи и сегодняшний день выполняем. Я думаю, что горожане заметили нашу технику и наш персонал на дорогах. В ночную смену на улице города планируют вывезти 160 единиц техники. Среди них грейдеры, погрузчики и самосвалы, а также машины с плужно-щеточным оборудованием. Бубкеты и другая техника. Работу ведутся также на внутриквартальных и придомовых территориях. За эти территории ответственны районные администрации. Они координируют деятельность управляющих компаний и ТСЖ, муниципальных служб благоустройства. Сергей Кизоркин, Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События. В Самаре продолжаются выездные приемы специалистов МФЦ на базе территориальных ресурсных центров поддержки актива многоквартирных домов. Граждане могут получить информационную и юридическую поддержку. Кроме того, им помогут зарегистрироваться на сайте Госуслуг и разобраться в системе ГИС ЖКХ. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Госуслуг, восстановить забытый пароль, разобраться в системе ГИС ЖКХ. Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры во все районы Самары, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». На этот раз они работали в Октябрьском районе на улице Осипенко, 20. У многих возрастных категорий наших жителей нет такой возможности записаться на прием в МФЦ, чтобы подойти, допустим, там нет компьютера или чего-то такого. В связи с этим это очень удобно, что можно сходить на такую встречу рядом с домом и провести регистрацию. Светлана Захарова пришла на встречу со специалистом МФЦ, чтобы вспомнить, как пользоваться госуслугами. На платформе обратной связи можно оставить сообщение о проблеме и получить ответ. Учетная запись позволяет пользоваться системой ГИС ЖКХ. Также можно войти в личные кабинеты на сайтах ведомств, налоговой службы, пенсионного фонда и других. Меня как-то уже настраивали госуслуги, но призабыла. Решила еще раз повторить, чтобы были так, потому что это очень удобная программа, особенно для пенсионеров. Не выходить надо из дома, приболел. И потом там, мне кажется, очень интересная сама программа и нужная для жителей любого возраста. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучению грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Ресурсный центр в Октябрьском районе организует встречи граждан с сотрудниками МФЦ 3-4 раза в месяц. В рамках акции «Мы вместе» в Самаре открылся пункт сбора гуманитарной помощи в поддержку военнослужащих и их семей. На круглогодичной муниципальной ярмарке, расположенной на пересечении Киевска и Тухачевского, установлен брендированный шатер. Новогоднюю акцию проводит городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Жители города могут приобрести на ярмарке угощения, которые потом будут переданы защитникам Отечества и членам их семей. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Все, что не портится и пригодится в хозяйстве. Участие в акции по сбору гуманитарной помощи Эмма Садоева принимает уже не впервые. Жительница Самары приносит сахар, макароны, консервы, теплую одежду и обувь. Военные, они же для нас стараются, защищают нашу страну. Мы все-таки Россией живем и граждане России, поэтому все пытаемся, соседи тоже очень многие помогают. Новогоднюю акцию, целью которой является поддержка военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей, развернули вблизи муниципальной ярмарки на пересечении Киевска и Тухачевского. Жители города могут приобрести здесь угощения, которые в последующем будут переданы защитникам Отечества и членам их семей. Кроме того, у нас на задней стенке шатра установлен пресс-вол, на фоне которого все желающие могут также записать поздравления с наступающими праздниками нашим военнослужащим для дальнейшей передачи. Активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают и волонтеры. Данила Дрожжин уже помогал вынужденным переселенцам, а сейчас разъясняет жителям Самары, какие продукты нужно собрать, чтобы отправить их военнослужащим и их семьям. Люди приносят различную еду, книжки разных жанров. Они также спрашивают, что надо еще принести. Я говорю, что какой продукции надо. И главное, что продукция не была просроченная. Сельскохозяйственная ярмарка на пересечении Киевской-Тухачевского открылась в августе прошлого года. Специалисты профильного департамента отмечают, что она востребована и пользуется успехом у покупателей. Торговые ряды организованы в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа, оборудованы системами поддержания комфортной температуры. Общее количество мест на масштабной торговой точке – 180, причем 130 из них функционирует круглый год, а 50 – выходные дни. Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8 до 20 часов. Акция по сбору гуманитарной помощи продлится до 8 января 2023 года. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. 25 декабря исполняется 35 лет со дня создания в Самаре метрополитена. Он появился в Куйбышеве в 1987 году. И к моменту открытия насчитывал 4 станции – Юнгородок, Кировская, Безымянка и Победа. В преддверии юбилейной даты лучших сотрудников предприятия наградили почетными грамотами и благодарностью главы Самары Елены Лапушкиной. Среди самых квалифицированных специалистов – машинисты, диспетчеры, дорожные мастера и другие работники сферы. О главных достижениях Самарского метрополитена в сюжете Михаил Ермоленко. Сергей Черкасов на службе в Самарском метрополитене уже более 20 лет. Карьеру начинал со слесаря по ремонту подвижного состава. Долгое время работал машинистом электропоезда. И вот уже 15 лет руководит ремонтом вагонов. В профессиональную среду вернулся по зову долга. Приятно видеть результаты работы своей бригады, отмечает Сергей. Работают эти вагоны уже по 30 лет, но несмотря на этот длительный срок эксплуатации, культура обслуживания пассажиров и справность подвижного состава составляет высокий отзыв. Сейчас надежную и безопасную работу подземки обеспечивают более тысячи сотрудников. В преддверии юбилейной даты, 35 лет со дня создания, в Самаре метрополитена лучшие из лучших работников получили почетные грамоты и благодарственные письма главы города Елены Лапушкиной, региональных министерств и департаменту транспорта. Самых квалифицированных специалистов наградили знаком «За заслуги перед городом третьей степени». Также сотрудников отметили представители Дум, города и области. «Это было такое открытие, это было техническое чудо. И все, конечно, этого ждали много лет. И это мечта многих поколений. И она сбылась 35 лет назад». В 1987 году в Куйбышеве появился один из самых экологичных и быстрых видов транспорта. К моменту открытия метрополитена насчитывалось 4 станции – Юнгородок, Кировская, Безымянка и Победа. Тогда же заработала и электродепо Кировская. После введения в эксплуатацию метрополитена его протяженность составляла 4,5 километра. Сейчас подземка тянется почти через весь город – свыше 11 километров. Это один из самых востребованных видов транспорта. Предприятие постоянно совершенствуется, постепенно метро движется в исторический центр города. Уделяют внимание и состоянию поездов. По государственной программе развития транспортной системы Самарской области с 2019 года на заводе холдинга «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона из Самары, продлив их срок службы еще на 15 лет. Пять вагонов получили новый облик и начинку, и уже 16 декабря нынешнего года вновь вышли на линию. Планируется, что в 2023 и 2024 годах капитально отремонтируют еще 22 единицы подвижного состава метрополитена. Напомним, что в 2020 году парк Самарской подземки пополнился новым четырехвагонным составом. Таким образом, к открытию станции «Театральная» почти весь транспорт на базе электродепо «Кировская» будет обновлен. Радует то, что у нас в 2022 году объем перевозки пассажиров в сравнении с 2021 годом у нас все-таки увеличился. И прогноз увеличения составит порядка 8,5%. Когда заработает станция «Театральная», пассажиропоток вырастет еще больше. По расчетам специалистов, в кратчайший срок он может увеличиться минимум на 15%. Возникнет необходимость работы на линии и большего количества поездов. Поэтому техпарк целенаправленно готовит к тому, чтобы со временем сократить интервал движения, обеспечив его в пределах 6-8 минут. Вы посмотрите, сколько в последнее время много сделали. И подвижной состав приобретается, и станция строится. Поэтому я могу вам сказать, что мы сейчас абсолютно четко, уверенно смотрим будущее и абсолютно уверены в следующем развитии метрополитена. Связать подземкой отдаленные районы Самары с историческим центром – одна из первоочередных задач. Продолжение строительства метро – это не только гарантия усовершенствования транспортного сообщения. Повысится и туристическая привлекательность города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Большинство россиян встретят Новый год дома, в семейном кругу. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почти 70% опрошенных рассказали, что хотят провести новогодние выходные в своем городе. А 26% россиян планируют поездки по стране. Какие города пользуются популярностью самарцев, выяснила Светлана Кудрявцева. Новый год – семейный праздник. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, считает большинство россиян. 80% из числа опрошенных жителей страны планируют остаться дома в новогоднюю ночь. 69% хотят провести все новогодние праздники в своем городе. А 26% рассказали, что поедут в путешествия по стране. Интерес к поездкам по России наблюдается с тех пор, как многие страны были закрыты из-за пандемии коронавируса. А сейчас ситуация осложняется получением виз, рассказывают туроператоры. За последние два года мы, так сказать, развернулись лицом к нашей собственной стране, к нашим собственным ресурсам и возможностям. И поняли, что у нас не так плохо, у нас красиво. И сервис уже подтягивается. Люди привыкли отдыхать, они уже хотят получать эти эмоции. И поэтому они теперь тратят деньги не на зарубежные страны, а ездят по нашей стране и смотрят и Камчатку, и вулканы, и Командорские острова, круизы есть из Петропавла с Камчатского на суднах ледового типа. И Карелия, и Урал, и Байкал, конечно, это все захлестнула, так сказать, волна туристов. Поэтому люди открывают для себя Россию, можно сказать, заново. И если оглянуться назад, то можно понять, что на самом деле мы почти ничего не видели в своей собственной стране. Среди российских направлений у самарцев пользуются популярностью для отдыха в новогодние праздники Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные воды, Новосибирск. В эти города есть прямые рейсы из Курумыча. Также многие жители планируют поездки на российские горнолыжные курорты. С учетом того, что объемы зарубежных перевозок существенно ниже, из Самары, в том числе, из России вообще, то, конечно же, оставшиеся направления, которые есть внутри страны, они все-таки в цене растут. И это будет несколько дороже, чем два года назад это могло стоить. Но я думаю, что это все со временем, опять же, немножко нормализуется. А с учетом, что появляется больше объектов размещения, курортов становится тоже больше, то конкуренция сделает свое дело и, соответственно, цены все-таки будут более приемлемы. Однако и тем, кто решит в новогодние праздники остаться в Самаре, тоже будет чем заняться. Ведь горнолыжные комплексы есть и в областной столице. Праздничные программы готовят музеи, театры, филармония. Будут работать более 120 бесплатных ледовых площадок. Катки примут любители активного отдыха на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах. А по всему городу уже появляются празднично украшенные новогодние локации, где можно провести время всей семьей. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Важный завтрак для всех членов семьи. Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий совместно с депутатами фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы показали жителям региона, как здоровую полезную еду можно приготовить из продуктов, произведенных в Самарской области. Рецепты стали особенно актуальны в преддверии Нового года. Из чего делают фаршмак и как лучше всего варить раков, узнала Ольга Павлова. За здоровый образ жизни и здоровое питание выступает студент колледжа сервисных технологий и дизайна Сергей Казаков. На важный завтрак, организованный студентами по специальности поварское дело, он готовит фаршмак и рассказывает об основных ингредиентах праздничного блюда. Седь, масло, лук, картошка, чеснок, хлеб. Участие в важном завтраке студенты колледжа приняли совместно с депутатами фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы. Продукты для блюд, которые ребята приготовили с представителями власти, были произведены в Самарской области. Наиболее полезны те продукты и то питание, которое произведено в большинстве случаев, в той местности, где человек живет, потому что генетически, из поколения в поколение, наша ферментная система сформирована с учетом того, что у нас здесь вырастает. Во время приготовления новогодних блюд ребята поделились рецептами и семейными традициями. Завтраки, они всегда объединяют семью. И мы сегодня тоже объединяем всех тех, кто за здоровый образ жизни, кто за здоровое питание и кто самое главное за крепкую семью. Важный завтрак прошел в Самаре уже в третий раз. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Библиотека народов по Волжье стала победителем Всероссийского конкурса этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Об этом пишет телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Среди 397 этнографических пространств со всей России Библиотека народов по Волжье стала лидером в номинации «Приз зрительских симпатий». Выставочное пространство «Истоки», созданное в библиотеке с использованием предметов быта, утвари и одежды, знакомят посетителей с историей, традициями и обычаями народов, проживающих на данной территории, с особенностями их национальной кухни. Основная цель выставочного пространства – сохранение исторической памяти о традициях наших предков. Многочисленные предметы собирались в экспедициях по селам Самарской области, тщательно изучались и отбирались. Экспозиция постоянно пополняется. Обновляется тематика экскурсий. В стране растет заболеваемость свиным гриппом H1N1. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцины, которыми прививают в текущем сезоне, эффективны против этого штамма. Они содержат все профилактические компоненты. Если ребенку не здоровятся, не отправляйте его в детский сад или школу. Надевайте маски в общественных местах. Помните о мерах безопасности. Напоминает телеграм-канал администрации Красногринского района. Телеграм-канал администрации промышленного района рассказывает о благотворительной акции «Коробка новогоднего счастья». Она уже стала доброй традицией. Собранные подарки будут переданы в детские больницы, расположенные на территории района, для маленьких пациентов. Сотрудники администрации района и МБУ «Промышленный», представители Самарского областного спид-центра, жители района принимают участие в акции и приглашают присоединиться всех жителей города. «Коробка новогоднего счастья» установлена в здании администрации Промышленного района на улице Краснодонской, 32. В ДК «Заря» при участии Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары прошли новогодние представления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Юных гостей встречали новогодние персонажи – Дед Мороз со Снегурочкой, которые сразу же погрузили детей в новогоднюю атмосферу. А затем для всех присутствующих был показан красочный спектакль «Волшебник изумрудного города». Визуальные решения декораций, костюмов, видеоконтента и световых картин позволили погрузиться в волшебный мир. В завершении праздника, по традиции, каждый ребенок получил свой сладкий подарок, сообщает Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары Гейс, в нашем Телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова